Первая Государственная Дума начала работу в солнечный день 27 апреля 906 года. Если перевести это все на новый стиль, то это получается 9 мая 906 года, чтобы представлять себе ту атмосферу, которая действительно имела место в Петербурге тогда, весной 906 года. Ожидания были необычайными. Депутаты собрались в Зимнем дворце, причем по одну сторону стояли депутаты, а по другую сторону стояли высшие сановники Российской империи. Депутаты были одеты самым разным образом, потому что они представляли всю Россию. Там были крестьяне в подевках, там были те, кто носил мундир, там те, кто носил фраг, были среднеазиатские халаты и сутаны католических священников. То есть представлена была вся Россия в своей пестроте. С другой стороны стояли представители высшей российской аристократии, мундир, с орденами, их дамы с украшением. И крестьяне, которые стояли напротив, они вглядывались и думали, а вот если снять с одной из дам все ее украшения, то сколько можно будет прикупить земельки. Их эти проблемы, конечно, волновали в наибольшей степени. Государь прочел речь, сановники прокачали ура, как и полагалось, а среди депутатов такого энтузиазма уже не наблюдалось. Потом депутатов повезли на корабликах в сторону уже Таврического дворца. Они проплывали мимо тюрьмы Кресты. К окнам тюрьмы Кресты сбежались заключенные, там уже навели порядок этому моменту, и махали белыми платочками, кричали, что есть мочи амнистия. Депутаты тоже кричали амнистией, тоже махали белыми платочками. Наконец депутаты подплыли уже непосредственно к набережной, там их ждала толпа народу. Некоторых депутатов буквально несут на руках и вносят в Таврический дворец. Именно так там оказался известный историк Николай Иванович Кореев. И начинается заседание. На трибуну сбегает лидер освободительного движения, как тогда говорили, Иван Ильич Петрункевич, и говорит об амнистии. Конечно, весь зал в восторге. Потом, почти ненадушно, выбирает председателя Сергея Андреевича Муромцева. Муромцев готовился стать председателем Думы еще давно. Он знал, что обязательно выберут. И он поэтому давно думал о том, как одеваться, председателем, как ему говорить, как ему общаться с министрами, с депутатами. И, конечно же, его избрали. Дума начинает работать. И она полна планов, идей. И хочет все очень быстро изменить. Выступает Владимир Дмитриевич Набоков, сын министра юстиции и отец Владимира Владимировича Набокова. Ну, а на тот момент очень известный человек. И он, будучи одним из лидеров партии кадетов, говорит о том, законы нужно писать очень быстро. День, два, а лучше час. Вот есть проблема в России с смертной казней. Напишем закон. В России смертная казнь отменяется навеки. Точка. Закон должен быть готов. Другой депутат пишет домой и жене. Мы сейчас разрабатываем земельное законодательство. Оно очень сложное. Поэтому мы вряд ли управимся за две недели. Иными словами, для него две недели – это колоссальный срок. Собственно говоря, так себя ведут и рассуждают большинство избранников. Конечно, Дума была разная. В Думе были и представители науки, выдающиеся имена, которые известны до сих пор. Но всем представителям образованной части человечества. Максим Максимович Ковалевский. Или, предположим, Федор Федорович Кокошкин. Лев Федорович Петражицкий. Выдающиеся имена. А были и те крестьяне, которые приехали в Думу и откровенно признавались, что не только не умеют писать, но и читать не умеют. И, конечно, образованием не отличаются. И вели они себя по-особенному. Они, скажем, получают суточные 10 рублей. Многие из них считают, что обязаны эти 10 рублей посылать к себе в родную деревню. А самим-то жить на что-то надо. И в итоге появляется такое любопытное явление, как депутаты-дворники, депутаты-швейцары, депутаты, которые продают булочки на улицах столицы. Депутаты в своих общежитиях разводят кур, гусей. Один крестьянин даже козу с собой привез из родной деревни. Это все депутаты Думы. Они очень разные. Когда вот такие крестьяне оказываются в Таврическом дворце, их очень удивляет очень много. Например, их удивляет, почему депутаты не сидят за круглым стороном. Почему им не разносят чай во время заседания. Почему во время заседания Думы не присутствует царь. Ведь они должны вместе с царем думать. Дума-то на то и создана. То есть, на самом деле, сталкиваются разные представления, разные типы мышления. Но все равно ни то, ни другое не находят понимания со стороны власти. Выходит на трибуну 13 мая 1906 года премьер-министр тогдашней России Иван Логинович Гремыкин. И произносит речь. Эту речь никто не слышал. Потому что в Таврическом дворце и так была плохая акустика. А Гремыкин и не старался, чтобы его особенно кто-то услышал. Но зато всем была роздана эта речь. И все прекрасно знали, что он скажет. А скажет он примерно следующее. Дума желает слишком многого. И она, естественно, так много не получит. Это вызвало всеобщее возмущение. На трибуну опять же восходит Набоков, который я уже упоминал. Иск произнесет хрестоматийные слова. «Допокориться исполнительная власть законодательной». Вот тот пафос, с которым работала Государственная Дума. Но правительство, конечно, покоряться не спешило. Хотя настроения в правительственной среде были разные. Были те, кто считал, что с Думой надо договариваться. И их роль была весьма велика. Потому что это были приближенные люди к императору. Включая министра императорского двора. Включая комендант генерал-губернатора Петербурга Трепова. То есть на самом деле людей, доверенных к Николаю II. Они вели переговоры с кадетами, то есть с думским большинством. Но были те, кто занимал более жесткую позицию. И среди них был в том числе Игорь Мыкин. Он-то и в итоге будет настаивать. И сыграет ключевую роль в том, что Государственная Дума будет распущена. Что примечательно в данном случае. Что это потребовало, конечно, немалых усилий со стороны Гремыкина. Ведь он знал прекрасно, что император – человек сложный. И договариваться с ним трудно. Он всегда соглашается с тем, с кем говорит последним. И Гремыкин вроде бы добился решения от императора. Но знал, что придет за ним какой-нибудь репов. И тоже добьется соответствующего решения. Поэтому Гремыкин получает необходимый манифест. Отсылает его в Сенат на распубликование. Сам возвращается домой. И просит его ни в коем случае не будить. Кто бы ни приехал. И действительно, будто бы. Эта информация подтверждается из многих источников. Ночью к нему приезжает Фельдъегер с бумагой от императора. И в этой бумаге говорится о том, что нужно с распыском Думы повременить. Ну, уже указ на распубликование. В Петербург вошли уже войска. На Таврическом дворце висит уже замок. То есть, на самом деле, уже обратного пути нет. Утром Гремыкин встает, открывает газеты. В этих газетах распуск Думы уже провозглашен. Затем он открывает пакет от императора. Он же не имеет никакой силы. Правда, Гремыкин знает, что он же отставленный с должности премьер-министра. Но это для него было не столь важно. И еще важно, что депутаты, конечно, готовились к распуску. Они были убеждены, что Первая Дума – это российские генеральные штаты. Поэтому революция по-настоящему только начинается. То, что было в пятом году, в начале шестого года – это прелюдия. Основное будет впереди. Уверенные в этом, они распределяли себе и роли, так как это было в период французской революции. Был курский депутат Долженков. Он был убежден, что ему суждено сыграть роль Мирабу. Поэтому будут врываться в обязательном порядке солдаты на заседание государственной Брумы. Они будут разгонять депутатов. Депутаты, конечно же, не разойдутся. Ставят Долженков и скажут, что убивайте, но мы останемся здесь. Конечно же, начнут убивать депутатов. Это населению столицы не понравится. И вот тут-то подлинная революция и начнется. Все оказалось намного прозаичнее. Распустили Думу в выходной день. Никаких депутатов в Таврическом дворце не было. Просто-напросто депутаты увидели на здании замок, а рядом манифест с распуском Думы. Нужно было что-то делать. Депутаты выехали в Выборг. Выборг – это тогдашняя Финляндия. Хотя Финляндия в составе Российской империи, но там свои законы. Местные власти всегда используют случаи, чтобы сделать неприятность центральной власти. А в данном случае лучший способ сделать неприятность – это посмотреть сквозь пальцы на то, что выборги собрались. Ну, не все, конечно, но многие депутаты Думы. И депутаты принимают вот за эти два с половиной дня, которые были в их распоряжении, так называемое выборгское воззвание. Они предлагают народу знак протеста против того, что совершается такое безобразие и разгоняется Дума – не платить налоги и не идти в армию. Во многом это было предельно наивно со стороны депутатов, потому что налоги в России крестьяне и так предпочитали не платить. Поэтому недоимки были колоссальными. Это во-первых. А во-вторых, прямые налоги платились не государству, а земству. То есть страдали, по большому счету, те же самые депутаты, которые были чаще всего членами земских прав и собраний. А вот насчет армии все было намного сложнее. Не идти в армию было крайне рискованно в условиях Российской империи, поэтому и такого себе крестьяне позволить не могли. То есть выборгское воззвание имело нулевой эффект, если не считать, конечно, того, что те, кто его подписали, были бы лишены избирательных прав. И больше участвовать в выборах в Думу, и тем самым депутатами становиться, не могли. Что был, конечно, большой удар. Но важнее то, что после как раз распуска Думы, вместе с тем, что она будет распущена, будет сформировано уже правительство Столыпина. Оно заявит четкую, ясную позицию, которая будет обозначать фактически логический конец событий 5-6 года, соответственно, и революционных потрясений в стране. Субтитры сделал DimaTorzok